Московская черная порода курортов. Владельцы приусадебных участков часто разводят курортов. Популярность этого вида хозяйства обосновывается желанием современного человека иметь на столе экологически чистое мясо и яйца. При этом уход за птицами не столь сложен и под силу даже новичкам. При формировании собственного птичника главное правильно выбрать породу домашней птицы. Особой популярностью у опытных птицеводов пользуется Московская черная порода курортов. Она обладает рядом положительных качеств, которые высоко ценятся фермерами. История породы. Московская черная порода кур была выведена селекционерами Братцевской птицефабрики и учеными кафедры птицеводства ТСХА. Зарегистрирована в 1980 году. Целью работы ученых было создание универсальной мясо-яичной породы, неприхотливой к условиям содержания. Для создания наиболее универсальной породы были скрещены бурый легорн, ньюгемпширские куры и урловская голосистая. Полученные гибриды вновь скрещивались между собой. В процессе работы селекционеров образовалось несколько подвидов усовершенствования породы продолжается до сих пор. Московская черная порода кур – описание московской черной курицы. Московская черная является мясо-яичной породой и подходит как для производственного разведения, так и для частного. Отличается спокойным уравновешенным характером, способна нести яйца даже в самых экстремальных для куриц условиях. Внешний вид эти породистые птицы обладают отличительными внешними признаками. Курочки имеют чисто черную окраску у некоторых голова. И шея окрашена в медный цвет, у петухов боль яркая окраска, золотисто-медное перение присутствует на голове, шея, спине и плечах. Тело углыненное, крепкая мускулатура, развитые крылья и хвост, грудь широкая и выдает вперед, шея средней длины, голова большая. Гребень небольшой и стоячий, клюв изогнут, мочки красные, радужка глаз оранжевого цвета. Продуктивность Продуктивность зависит от условий содержания. При недостатке света и кормов количество яиц снижается, а при излишнем кормлении московские черные куры склонны к ожирению, что тоже сказывается на яйценоскости. Важно! Потрошенная тушка несушки весит около 2,5 кг петуха – 3,5 кг. Эти показатели в среднем всего на полкилограмма ниже, чем у куриц бройлерных пород. Несушки данной разновидности начинают нестись в угодовалом возрасте. При правильном кормлении одна курочка приносит в год 210-250 яиц с средним весом 60 грамм. Цвет с крылупой различный от бежевого до коричневого. При стрессовых ситуациях не происходит снижение яйценоскости, как у других пород. Яйца московской черной курицы условия содержания. Московская курица неприхотлива в уходе. Эти птицы обладают спокойным характером, легко адаптируются к новым условиям, подходят для содержания как в клетках, так и в общем птичнике. По отзывам российских фермеров, московская черная порода наиболее приспособлена к нашим суровым климатическим условиям. Благодаря плотному оперению этим курочкам не страшны даже 30-ти градусные морозы в неотапливаемом курятнике. Важно, чтобы зимой куры продолжали нестись, температура в курятнике должна быть близка к нулю градусам. В неотапливаемом помещении этого можно достичь с помощью толстого слоя подстилки. В качестве подстилки лучше всего подойдут солома, подсолнечная шелуха, мелкое сено, сушеные листья, торф, древесные опилки. Зимой рекомендуется использовать последние. Толщина подстилки в летнее время не должна превышать 20 см, а зимой лучше всего настилать полметра сухого материала. Благодаря процессу жизнедеятельности микроорганизмов данная подстилка будет выделять тепло до 32 градусов. Заготавливать подстилку лучше всего летом с учетом 15 кг материала в год на одну птицу. Хранить ее нужно в сухом месте и тщательно следить, чтобы не было сырости и плесени. Древесная подстилка для куриц кормления до двух недель сыплятком дают в специализированные корма для птенцов или мелко покрошенные вареные яйца. После двух недель начинают постепенно приучать к более грубому комбикорму с добавлением зелени, овощей и творога. Московская черная порода кур является мясо-яичной, поэтому этим птицам требуется значительно больше корма, чем курицам одного направления. Хотя эти птицы непривередливы в еде, для достижения максимальных продуктивных результатов им требуется организовать правильный рацион. На заметку, основа комбикорма с сенной мукой. В летнее время лучше всего заменить сеную муку на сочные корма, зелень, овощи и фрукты. Для составления влажных мешанок лучше всего использовать зерновую смесь из пшеницы, кукурузы, ячменя и прочих круп. Далее добавляются вареные овощи, фрукты, цельное зерно. Во избежание ожирения птицы в мешанке обязательно нужно добавлять отруби, чтобы сделать корм менее калорийным. Важно! Не рекомендуется часто кормить кур отварной картошкой. Так как они менее подвижны, возможно ожирение внутренних органов, что приведет к гибели птицы. Не стоит забывать о минералах, необходимых несушкам. Обязательно в их рацион следует включить мел, ракушку, рыбий жир, премиксы, тетравик. Небольшие камушки известняка нужны для улучшения пищеварения птицы. При клеточном содержании в рацион включают продукты животного происхождения, личинки, кусочки сушеного мяса. Важно! В сутки одной птицы мясо яичного направления нужно в среднем 140 граммах корма и 300 миллилитров жидкости. Кормить птицу следует 4 раза в день, при этом большую часть зерновой смеси следует давать на ночь, так как именно в темное время суток у куриц формируются яйца. Утром даю треть зерновой смеси, предназначенной на день. В обед курам предлагается влажная мешанка, которую птицы должны съесть в течение 30-40 минут. Если по истечению этого времени в кормушках что-то осталось, то все нужно убрать. Приблизительно в 16.00 куриц кормят зеленью, овощами или фруктами. На ночь дают оставшиеся две трети зерновой смеси. Важно! Обязательно нужно обеспечить доступ птицам к чистой воде. Зимой вместо воды курицам предлагают чистый снег. Особенности разведения птицы Из-за постоянных селекционных работ породные черные несушки, по мнению ученых, напрочь забыли инстинкт высиживания яиц. Хотя этот факт оспаривают опытные фермеры. Они утверждают, что на сетке этой породы заботливые мамаши, способные сесть на яйца даже зимой. Так как эта разновидность еще очень молодая и не все характеристики московской черной породы кур досконально изучены, то до сих пор непонятно, какое утверждение правдиво. В любом случае, все споры способны решить только практика и наблюдение за этими птицами. Московская черная курица с выводком опытные фермеры, имеющие дома инкубатор, могут воспользоваться им, чтобы вырастить молодняк. Половое созревание курочек этой породы происходит намного позднее, поэтому яйца для инкубатора берут только несушек, достигших 8 месяцев. Яйцо должно быть свежее, не старше 4 дней. Для самостоятельного отбора куриных яиц потребуется авоскоп, который тонким лучом просвечивает яйца. У яйца, подходящего для инкубатора, должны быть воздушная камера на тупом конце не менее 2 мм в высоту, отсутствие в желтке посторонних. Включение желток должен иметь слегка размытые контуры и находиться точно в центре яйца, а при наклоне – сдвигаться в сторону. При отсутствии авоскопа просветить яйцо можно с помощью мощной лампы отставать и более. Важно! Годность яйца для инкубатора можно проверить старым дедовским способом – в миску с водой опустить яйца. Оплодотворенное яйцо должно плавать на поверхности, как поплавок пустой утонет. Также при выборе яиц для инкубатора стоит обратить внимание на скорлупу – она должна быть плотной, иметь мраморную или пористую поверхность. Процент выводимости данной породы имеет показатель около 95%. После рождения птенцов нужно обязательно покормить их и в течение первых 8 часов такое действие повысит иммунитет малышей на 35%. Важно! Стоит внимательно отнестись к паилкам для цыплят, так как малышам нельзя промокать, иначе они могут подхватить инфекцию. После двух недель постепенно начинают давать цыплятам измельченные зерна ячменя или пшеницы, а также кусочки моркови. Полностью на взрослый рацион птенцов переводят в возрасте 40 недель. Преимущества и недостатки породы Московская черная порода кур стала популярной благодаря следующим качествам – спокойный характер, выносливость и адаптация к любым условиям – хороший иммунитет, высокая продуктивность, неприхотливость в еде. Правда, столь универсальная порода обладает рядом недостатков – яйценосный период начинается с полугода, что на два месяца позже, чем У куриц яичного направления при избыточном кормлении куры склонны к ожирению, утерян инстинкт высиживания яиц с полцы пленка, возможно определить только в возрасте полутора месяцев. Куры московской черной породы славятся не только неприхотливостью, но и нежным диетическим мясом. Поэтому каждому фермеру стоит попробовать поближе познакомиться с этими восхитительными курочками.